Привет, привет, ребята. Уже лифанчик мой пробежал уже больше 5000 и появился, уже стал слышен немножко такой стрихочущий звук склопаночков. Я в них когда-то влезал, но это получилось больше, ну, про формы ради. Тогда пробега было километров 800, ну, еще, скажем так, к концу обкатки. Ну, там у меня впускной клапан ушел на соточку, то есть было на впускном 6 соток вместо 5. Ну, вот сейчас уже проявился как бы клапанный звучок, чтобы немножко они стрекочут. Значит, соответственно, уже их пора регулировать. Ну, для начала скидываем пластик. Так, кто не знает, вот. Это вот эти вот три винтика откручиваются, которые я на виду. И сам пластик, здесь вот спереди есть два ушка. С резиновыми стулочками. Вот здесь вот стоят на этой обвязке, которая держит. Можно его, можно снять его здесь. Можно открутить, соответственно, вот эти, ну, все крепление, которое держит пластик вместе с ребром охлаждением. То есть, варианты это на ваш выбор. То есть, кому как удобнее. Мне лично проще снять ребра охлаждения. Снимаются они, кто не знает. Просто сдвигаются вот сюда, в сторону пружинок. И вынимаются, они там расперты. И откручиваются. И откручиваются. Две каечки на 10. Выйтик на 10. 10. Старинка, 10. 10. 11. 12. Тут уже метод съема, кому какой больше нравится. Мне лично проще так. Откинуть все, что мешает, чтобы был лучший доступ к клапанной крышке. Заодно убеждаемся, что гаечки стоящие на резьбовом плею так и стоят, как я их тогда вот снимал. По конструкции все. Вот про что я говорил, то есть принципиально можно снять его и вот отсюда, вот с этой вот втулочки, ну вот одна вторая. Ну, я говорю, как по мне проще скинуть весь пластик вместе с решетками и у нас будет прекрасный доступ к клапанной крышке. Значит клапанная крышка у нас стоит на трех болтиках. Вот болтик один, здесь вот под баком болтик второй, в принципе под него доступ есть. И с той стороны болтик третий. Соответственно скидываем пластик с другой стороны. Точно таким же манером. Ну все, пластик скинули с обоих сторон. Значит тот болтик доступный в любом случае. Вот по поводу вот этого вот болтика. Чтобы его снять, значит нам проще поднять бак. Бак поднимается здесь опять-таки элементарно. Вот здесь вот, в нижней части, когда снимаем седло, есть такой красивый болтик с зацепом. За него зацеплена резиночка, там за раму. Вот просто отцепляем эту резиночку и что-нибудь распираем. Вот я впер молоток. У нас появляется такой очень хороший доступ. Сюда. И соответственно откручиваем эти болтики. Ну и естественно, что предварительно обтираем, продуваем всю крышку и протираем здесь вот снизу с бака. Здесь всегда налетает очень много грязи, которая потом будет сыпаться к вам в мотор. А песок в моторе, насколько мне известно, это не самое лучшее приобретение. Сюда. Это не просто. Вот поэтому мы купим на ней. Объединять дорогую. Аминь. 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 Белый. Аминь. 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 Болтики я тоже ставил на резьбовой клей, как видим все стоит. Хотя, по большому счету, то, что было здесь закручено с завода, я, в общем-то, ни одного болта не перетянул. Ну, значит, что, нам сейчас мешает бобинка, по большому счету, не мудрство и лукаво, чтобы оно нам не мешало. Берем ключ на 8, просто откидываем вот эту, хотя даже ее откидывать не надо, извиняюсь, погорячился. Поворачиваем провод свечки, бобинка висит на резиновой муфточке, просто на прорези здесь. То есть, вот все, мы здесь все открыли, квапанную крышку открутили, лишний песочек сдунули и поднимаем квапанную крышку. Вот заодно смотрим масло. Вот это пробег, вот 5000 ездило, я уже говорил, там, частью на, ну, все ездило на ликвимоле, часть, обкатка шла на полусинтетике. Я там экспериментировал, там, 10.30, 10.40, 15.50. Вот этот сезон, вот, две с лишним тысячи уже проехал на масле 10.50 рейсинг. Значит, прокладки здесь как таковой нету, как вы видите, здесь резиновое, ну, скажем так, кольцо вот такой хитросочиненной формы. Ну, я вот тоже, на всякий случай, ставил там на бесцветный герметик, так, немножечко. Ну, никаких вопросов нет. Ну, и все, вот мы получили доступ к клапанам. Ну, и теперь ищу верхнюю мертвую точку. Значит, зазор в этих клапанах, я уже говорил, надо выставить нам 5 соток. Что там на самом деле, сейчас будем посмотреть. Так, ребят, по поводу поиска ВМТ, верхней мертвой точки. Значит, так. В принципе, с той стороны, там, возле стартера, чуть впереди стартера, если по ходу смотреть, есть лючок, на котором есть инетра. Ну, коль уж мы тут раздербанили уже пол мотоцикла, соответственно, грех не посмотреть и на свечку. Что у нас тут со свечкой вообще. Ну, и заодно с выкрученной свечкой, естественно, мотор прокручивать будет легче. Значит, свечку я ее убрал в качестве запасной в том году. Это Д8ЕВХ, энжикеевская, латиновая. Ну, пока я про нее ничего плохого сказать не могу. Работает она изумительно. Ну, вчера менял масло, естественно, тут немножко свечка подзалито. Ну, так вот по свечке. А, и плюс еще, что у этой свечки особенность она с тоненьким электродом. Значит, ну, соответственно, а вот зазорчик мне здесь не нравится. Прошла она у меня где-то около 3,5 тысяч, эта свечка. Вот зазорчик мне уже не нравится, хотя мотоцикл и заводится, и едет без вопросов. Ну, зазорчик мы вот потом посмотрим заодно. И, соответственно, с выкрученной свечкой, соответственно, нам гораздо проще искать верхнюю мертвую точку. В интернете. То есть, попросту говоря, берем что-нибудь, типа я взял натофель, ну, ребята, естественно, все тщательно вытертое, чтобы у нас в моторе, соответственно, потом песка не обнаруживалось. И аккуратненько, киком, ага, вот оно чуть пошло вниз. Делаем мы, соответственно, все это, я думаю, не надо говорить, что делается это все на холодном моторе. Так, все, вот клапан расслабился. Вот, нашли положение. Это у нас, да, вот он, по щупу, у нас верхняя мертвая точка стоит. Ну, и, соответственно, вот, теперь смотрим. Тогда у меня впускной. Уходи. Берем вот щупик. Так, 0.07-0.05. Вот впускной, что я регулировал, вот он так и стоит. А здесь даже вот на звук слышно, что выпускной прославлен. Вот, интересно, разве сейчас мы его промеряем. Вот, верно, образие к нему так, на обум 0.08. Вот, свободный езет. Вот, 0.1 идет свободно. 0.15 не лезет. Ну, то есть, здесь где-то 0.11 получается уже больше десятки, короче. Соответственно, вот этот клапан мы сейчас будем крутить. берем ключик на 10 и этот клапан отпускаем. Дальше берем щупик, щуп 0.05, соответственно, вставляем его и вот за хвостик клапана аккуратненько поджимаем видите, вот так, от руки. Теперь поджимаем не вынимающую пауду, поджимаем гаечку вот он сейчас вроде как чуть-чуть свободновато, но не забываем тот момент, что мы сейчас будем гаечку зажимать, соответственно, чуть-чуть подвернется у нас шток регулировочный. Ну, гаечку зажимаем по-честному, но не забываем ключевое слово без фанатизма, потому что хоть шток и каленый, если бы и резьба мелкая, но тем не менее. Это все-таки резьба М6, соответственно, трубы здесь не надо. Все, вот, ставили щуп и так, для проверочки тягаем рычагом. Все, люфтика, в общем-то, практически не ощущается, но немножко мне что-то тут не нравится. Соответственно, соответственно, операцию повторяем. То есть, вот здесь его легонечко нажимаем, так, чтобы щуп ходил и зажимаем. Значит, если шток сильно прокручивается при зажиме, вот у меня в данном случае нет, но если сильно прокручивается, его можно придержать плоскогубчиками. Проверяем. Вот, все, щуп плотненько входит. Пять соточек. Мне как-то не очень нравится, честно говоря. Вот щуп-то в него как бы входит, но плотновато. А по клапанам, кто не знает, принцип лучше, пусть они немножко поляпывают, чем будут зажаты, потому что иначе просто можно тупо спалить сёдло или клапана. И вот это уже будет беда. Соответственно, повторяем ту же операцию. Вот, теперь мне всё нравится. Ну вот, теперь для проверки, что у нас там всё нормально, встало, никуда не ушло, делаем несколько проворотов киком, чтобы клапана встали на место и проверяем. Всё, сейчас он пришёл. отпускной пришёл. Всё. Капана встали на место. Значит, всё, больше ничего не трогаем. Так, на всякий случай проверяем, что зажали ли мы их. Да, зажали. Всё. И оставляем щу в покое. Ну и дальше всё, соответственно, собирается всё в обратном порядке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...